здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня я вас приглашаю посмотреть походить по магазину брунелла кучинели находится он в праге я давно собиралась туда все собиралась собиралась да не было у меня девчонки смелости я понимаю что я человек не той категории одежды да и мне просто было стыдновато туда идти скажем так но все-таки я решилась ради вас решилась и ради того чтобы увидеть в живую эти вещи и прикоснуться к да вот мне хотелось прикоснуться мое желание увидеть это в живую и прикоснуться что же какие эмоции я испытала что я увидела вот я прошу прощения за качество съемки вот вот я все тихаря вот так вот снимала скрытно просто держала в руке телефон ну вот так вот я по большому счету я не решилась да мне было стыдно честно скажу вот я как раз вам засняла дорогу подхожу я к этому магазину он находится в центре праги заблудилась я в общем я пока его нашла по карте я конечно километра восемь находила но я сама виновата потому что я решила пройтись пешком прогуляться я каждую возможность использую где нужно можно пройтись то я лучше прохожу с пешочком они еду вот здесь решила пройтись но тем не менее вот эти пражские улочки девчонки и я попала в такое место что карта мне показывает как бы что вот вот так вот будет короче я иду там где будет короче а там тупик я вот 150 раз возвращалась очень кружила кружила но все-таки я выкружила этот магазин я его нашла вот сейчас я снимаю витрину видно там этот жакет буклированный вот этот свитерок который я специально не буду вставлять сейчас фотографии сайта до которые обычно используют для разбора я вот оставлю видео ту как я его сняла вот в таком вот виде чтобы вы увидели ну как выглядит магазин чтобы вы сейчас не рассматривали модель просто посмотрите на магазин я расскажу вам свои ощущения то что я увидела и просто погуляйте со мной по магазинам магазин конечно же вот я захожу конечно же это не масс-маркет да здесь очень все видите все очень мало вещей потому что здесь нет раскладки да по размерам стола там ступочка лежит и вы ищете свой размер нет здесь подобраны на отдельных как бы вешал очках луки да вот здесь вот подобра надо свитерочек штаники там курточка вот вот этот джемперочек он был в обзоре простой жаккардовый узор и он довольно таки и в натуральном виде он довольно простой вот так вот жиденько жиденько все висит на полочках два зала сейчас я нахожусь в женском зале он чуть побольше где-то я бы сказала метров 40 квадратных а вот мужской наверное метров 20 не более вот это вот кстати кардиган который буклированы девчонки я все-таки я рада что я туда пошла потому что я его собралась вязать я вам говорила я пряжу уже заказала вот эту буклированную она уже не пришла в украину я отложила поездку еще на месяц поэтому пряжа ждет я его буду вязать и я рада что я его пощупала и посмотрела как он сделан оказывается вот видите на стоечке висит этот кардиганчик брючки жакетик он одет интересно так один брючный костюм и сверху этот кардиган курточка вот это я хожу по этому залу женскому вот вот этот ментоловый свитерочек тоже я его попробовала но я еще там буду это я первый как бы проход первые делаю да так по залу потом я перейду в мужской зал а потом уже ко мне подойдет сейчас я вот чё я так мялась в одном месте я продавцу сказали очень приятные девчонки я призналась что я блогер вязальный что я вижу и часто эти вещи просто копирую я сразу предупредила говорю мне не напрягайтесь потому что покупать я не буду я иду за вдохновением вот я вот честно откровенно так сказала выкинуть меня не выкинули вот кстати я вот прохожу во вторую у меня такое ощущение что этот магазин как квартира переделанная дом магазин вот стоечка этот кардиган из последнего обзора девчонки тоже из буклированные пряжи вот он висит немного вещей гораздо меньше чем на страничке официальной странице вот здесь только выборочно некоторые модели вот которые представлены в магазинах мало мало возможно это только в праге так возможно в других но чехия по маленько вот смотрите вот здесь вот тоже кардиган одет поверх куртки по моему вот так ну тут ничего интересного я просто смотрю здесь эти джемпера их много на сайте ну они же машинные вязки все вот этот большой кардиган что-то у меня еще не было на него как бы фотографии я еще не видела кстати давно не заходила надо зайти на сайт что там новенького еще вот видите этот кардиган он буклированный и хорошо какая-то интересная пряжа такая с длинными этими буклешками еще и орнамент мало потому что пряжа буклирована еще и орнамент ну вот я посмотрела женские вот там пару свитеров пару кардигана вот это в принципе все из того что как бы мы могли бы связать из того что нам бы могло быть интересно вот так и вот я прошла мужской зал вот мужском зале тоже очень-очень скудненько все висит конечно же на сайте это все побогаче тоже подобрано все луком до определенным вот все как бы скомбинировано нет размером я так понимаю продавцы они предлагал их приносит размере если нужно вот это я еще хожу сама вот джемпер обычный простой господи что я посмотрела на цену 55 тысяч это чтобы вы понимали это 2 2 200 в долларах в долларах девчонки это вообще болтий ну в общем честно говоря ну не знаю может если я богатым может быть я и покупала ну ну не знаю ну правда не знаю вот видно что качественная вещь но не на дни за 2000 джемпер вот этот мужской кстати как на который у меня мастер-класс но только в прошлом сезоне он был такой в этом сезоне он видите тоже японское плечо это я вам показываю лицевая гладь меланжевая пряжа вот тоже самое то же самое ничего особенного джемперочек вот этот вот тоже меланжевая такая пряжа приятная конечно она все понятно и дело что это пряжа хорошего качества понятное дело что кстати вот видите руки уже девушки это продавец и это она же я так понимаю не под камерами и она уже ко мне подошла и начала просто со мной разговаривать вот говорит такие свитера обязала моя бабушка вот как раз в этот момент она говорит я смотрю на него и он очень-очень типа простой на что я конечно же соглашаюсь с ней что вещи совершенно простая регланом связано воротник под горло ничего абсолютно сложного ничего девчонки очень приятные вообще чехи они народ достаточно приветливые мягкий такой дружелюбный поэтому слава богу я за это очень переживала что я как бы не соответствую статусу до этого магазина я прикрую с него посмотреть что-то связано но к счастью девчонки попались хорошие и меня никто не выкинул мне поулыбались пообщались со мной мы с этой девочкой поговорили и в общем она спросила на чем видно человек не вяжет спросила вы про мелкие вещи как они вяжутся что это только машинкой вот и говорит да эти грубые они что уже машинкой связаны понятное дело что не сидят люди и не вяжут туда это вручную это естественно что это все вяжется на машинке и платится и она говорит что платится понятное дело что за имя что никакая пряжа вот кстати это мы с ней обсуждали там далее еще с ней пройдемся и просто снимаю эти вещи ну параллельно мы разговаривали разговоры я просто сейчас вам суть передам она говорит что какая вы дорогая пряжа не была есть даже если там овцы овец кормили белой травой она не может стоить 2000 долларов правильно то есть эти вещи это однозначно цена за бренд да за имя смотрите девочку видно приятная девчонка вот мы уже пошли к этому которые мы вязали с вами но только полупатентным узором нет большого количества вещей все так хотя потом я прошлась по этой улице где вот эти все в праге где эти все брендовые магазины у них это не масс-маркет у них у всех вот так вот скудненько развешено видите даже на полочках нету этих гор вещей она все вот так вот 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 так вот как как сейчас развешено и так кому не смотрится но смысле нет завала в одежде как допустим очень дэми в заре да что там завешенные вот эти стойки падает и его всего много вот тут по цвету полуку более-менее подобрана мужских было вот три стоечки все зеркало вот смотрите вот это вязаль что же говорю квадратом 20 не более вот это мужская отечка ну вот вам вот вам и и и свитера по две тысячи долларов в которой я же говорю не увидела я чего-то особенного вот понятное дело есть люди которые это покупают ну что я вам хочу сказать девчонки с одной стороны я кстати даже и мне и приятно а мы-то с вами и ничем не хуже ну пусть там пряжу мы найдем подешевле а наша работа и мы в брендах у нас все отлично то есть у кого-то этой возможности даже нет а мы хотя бы хотя бы на шажочек можем придать приблизиться к кучинели да вот что я вам хочу сказать вот мы уже пошли нет это еще мужские кажется вот все она уже дальше она уже со мной ходила она уже со мной общалась разговаривали мы она со мной как бы спрашивала выгодно ли это говорю конечно выгодно уже понимаете что я то время которое я трачу связать джемпер и это же время потратить допустим супермаркет на кассу пойти на здесь чихи это просто не несопоставимо то есть я за то же время заработать 5 разбор больше на супер супермаркете чем я свяжу вот эту вещь на заказ потому что говорю это не выгодно я это делаю просто потому что у меня вот этот вот канал и я это делаю для людей вот вот он кардиганчик этот в дырочку которой есть он в обзоре девчонки я оставлю ссылку на обзор посмотрите и кстати я этот над этим тоже задумывать возможно я его сделаю возможно нет не знаю не буду вам обещать вот тут вот такой пиджачного типа тут я сделаю обязательно а вот этот вот посмотрим по времени хотя мне тоже довольно таки нравится там джемперочек под таким вот узором буквированный все таки я увидела я я там думала что чуть-чуть другую пряжу я себе представляла а здесь я ее уже увидела и пощупала вот этот кардиган который с орнаментом буквирована совершенно другая пряжа тут видно прям такие буквы большие да прям висящие вот а в том кардигане то там такая классическая буклированная пряжа и на вид ну ничего ну не хуже она смотрится чем мы с вами даже ну вот правда девчонки вы слышите что я говорю не хуже не лучше она смотрит вот правда не лучше то есть мы с вами вполне себе можем сделать достойную хорошую вещь вот это меня порадовало да потому что я шла туда с такими ожиданиями что я вот я вот вижу наконец-то ну вот этот ментоловый которым всем кому понравился узор кстати узор я уже уже у меня видео на подходе на вот этот вот узор а вот этот джемпер да это кашемир там с чем-то с альпакой и шелком и короче она даже почитала этикеточку девочка вот да приятный да видно что качественная пряжа ну да ее можно заменить вот тем же самым силки роял от ярнарт вполне себе заменяемая вот эта пряжа на тут а тоже очень классно мне очень нравится там шелкал шелкал альпака еще чего-то и мирина по-моему вполне себе заменебельная вот этот камень он хорошенький но я не скажу что что прям это вау мы легко и просто это все можем сделать сами поэтому вот так вот девчонки я сходила кучи нели вдохновилась конечно же ожидала я увидеть я ожидала увидеть больше моделей да больше их потрогать пощупать прочувствовать не было там ничего вот с весенней коллекции этого с пайетками ничего только осень вот чисто новая коллекция это не все какая-то я бы сказала третья часть вот он кстати этот буклированный он такой ныне плотный довольно таки такой дохленький ну не знаю вот правда девчонки не знаю это же надо тогда тогда а дожить до такого момента чтобы твое имя стоило две тысячи долларов обалдеть ну я уже наверное в следующей жизни возможно в этой жизни мою имя точно столько стоит не будет ну ничего пусть она не стоит деньгами зато она стоит как вам сказать не знаю даже вот скажите вы мне ну чего стоит мое имя вашей благодарности стоит а это больше чем деньги вот я сама ответила на свой же вопрос вот поэтому и это было все для вас вот видите опять же этот пиджак одет сверху на пиджак ну то есть вязанный поверх пиджака вот такой вот слоеный это все такая капустка до комбинирована довольно симпатично смотрится должна сказать вам поэтому красиво возьмите на заметку это как бы комбинацию футболка брючный костюм и сверху вот этот вот муклированный пиджак конечно на наше зима это не подойдет но кто перемещается в машине то я думаю это вполне себе такой хороший вариант да тут и движение будет потому что это все-таки трикотажная вещь и тепло и движение я надеюсь конечно что он теплый судя по цене и состав а вот ну вот так вот все больше не показать ничего два свитера из мужского и сколько тут раз два три четыре штук пять из женского и больше там смотреть нечего было скорее всего я туда больше не пойду хотя возможно еще и пойду просто посмотреть как они меняют ассортимент может у них как-то обновляется ассортимент не так что осень завезли зимнюю коллекцию летнюю коллекцию два раза в году поменяли и все возможно не так вот на сайте он обновляет постепенно кучина или у него нет такого вот это моя осенняя коллекция бум он ее предоставил показал и все пожалуйста довольствуйтесь нет у него пока это все постепенненько появляется на сайте можете в магазине ну в общем если будут тех краях я конечно же зайду я думаю вот но я довольна что я все-таки туда сходила я долго собиралась долго записывала свой стыд далеко и глубоко думаю все равно же бика тебе нужно зайти тебе нужно даже ради подписчиков зайти посмотреть и вот сказать свое мнение ну вот так вот девчонки возможно 1 блин комом возможно второе видео если я туда схожу я уже по-другому это все буду делать ну первый раз вот так вот еще напротив стройка там ну тем не менее все хорошо девчоночки мне все понравилось ощущение понравились потому что знаете какое у меня хорошее ощущение что а мы не хуже и вот это ощущение греет душу поэтому девчонки оставайтесь со мной подписывайтесь на канал лайк комментарий колокольчик звоночек становитесь спонсором потому что я уже взялась за это все дело и будут там появляться видео уже одно есть ну и одно на подходе именно для спонсоров не видео мастер-классы там вот все девчонки я с вами прощаюсь с вами была витая школа рукоделия всем пока пока